Всем привет, дорогие друзья! Рад, что вы на моем канале. Меня зовут Андрей Антонов, и прямо сейчас свежая порция интересных новостей. Итак, Шавкат Рахмонов уже прибыл в столицу Казахстана. Давайте посмотрим, как его встретили. Какой-то умник, по-другому его не назовешь, какой-то вот такой вот выскочкой, которому хочется взять и поддеть бойца, начал писать глупости. А я хочу сказать, что на чем хотим, на том и играем. И неважно, с какими инструментами, главное, что встречаем будущего, будущего чемпиона UFC. Шавкат Рахмонова поздравляю с 10-й строчкой рейтинга. Он залетает в топ-10. Это прекрасные новости для всего казахстанского спорта. Ну и что интересно, Шавкат Рахмонов также высказался по прибытию на родину, и вот какие слова прозвучали от него. Я очень рад, что добился этой победы. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Это важно для каждого спортсмена. Правда, друзья, поддержка это очень-очень важно в жизни бойца. Это важно для каждого спортсмена. Я усердно тренировался, готовился, находясь в Америке. Я всем сердцем хотел прославить Казахстан на международной арене. Еще хочу добавить, что пока мы там тренировались, я очень скучал по нашей кухне. В Америке еда совсем другая, непривычная. Заговорили про кухню, аж слюнки потихли. Еще раз поздравляем Шавката. Прекрасная победа над Мэгнием. Кто-то писал в комментариях, что только представьте, что бы сделал Хамзат Чимаев с Мэгнием. Вот если бы подрался, тогда бы мы и посмотрели, что сделал. А так, пока это просто разговоры. Шавкат молодец. Это заслуженная, красивейшая победа Шавката. Гильотиной придушил он Мэгни. И тому ничего не оставалось, кроме как постучать. Мэгни и постучал. Вот так. Поздравляем Шавката с очередной убедительной победой. С нулем в строке поражений. И дальше больше, друзья. Вместе будем двигаться с нашей поддержкой. И Шавкат будет завоевывать себе лидирующие позиции. И, конечно же, конечно, дойдет до топ-5, до топ-3. А там уже очень большая, интересная развязка. Станет ли он чемпионом? Я лично надеюсь, что станет. Давайте послушаем еще одного коллегу. Тоже спортсмена. Казбек Сагин. Высказался про тренировки вместе с Шавкатом Рахмоновым. Как оказалось, они вместе тренировались в горах. Мы вместе тренировались в горах. Суровые тренировки позволили ему добиться потрясающих побед. С этим, друзья, трудно поспорить. Очень красивые победы. Это его спортивный личностный рост. Шавкат стал настоящим примером для многих. Особенно для подрастающего поколения. Уверен, что в будущем он станет чемпионом QFC. Вот так коллеги по цеху тоже верят в будущее чемпионство Шавката. Так же, как и мы с вами, друзья. Лично мне понравилось, что из других стран и так же поддерживают Шавката. Поздравляем вас, братья. Радуемся вместе с вами из Таджикистана. Еще один комментарий. Поздравляю, братья-казахи. Шавкат, ты красавчик. Из Узбекистана написано это сообщение. Очень приятно, когда братские, дружеские народы, которые топят за твоих спортсменов, также переживают и следят за каждым поединком. Вот так, друзья. Вместе мы огромный кулак и мощь, мощь, которую не остановит. И вот, говорит, Шавкат обращается к своему боссу Дана Уайт. Запомни мое имя. Я будущий чемпион. Через два года я заберу пояс. Стивен Томпсон, я иду за тобой. У нас получится хороший бой. Стивен Томпсон, я уже говорил в прошлом выпуске, отреагировал. Он отреагировал тем, что не понимает, почему такая активность. В его сторону, со стороны казахстанских болельщиков, много ему написали в социальных сетях. А он пока отвечает ни да, ни нет. Будем ждать от него ответа. Я думаю, что этот ветеран, по-другому на него уже не скажешь, ветеран UFC, будет думать, потому что вряд ли ему нужен такой молодой, свежий и заряженный к победам боец. Здесь большие шансы проиграть, и нужно ли ему это? Узнаем совсем скоро. Дамир Эсмогулов. Рассказал, почему же в бою с Кутателадзе у него произошло то, что произошло. Напомню, кто не знает. У него начал дергаться глаз. Давайте послушаем, что сказал сам Эсмогулов об этом происшествии. Честно, я такого не видел за свою карьеру журналиста. Не встречал, может быть, вы слышали или видели. Сразу напишите в комментариях, поделитесь. Видели вы когда-нибудь, чтобы у бойца во время боя дергался неосознанно глаз? Вот что-то вроде того. Давайте посмотрим. К сожалению, у меня начался нервный тик, говорит Эсмогулов. Видимо, я перенервничал. Вот сразу он уже называет причину. Сейчас нужно это вылечить, потому что у меня первый раз такое случилось. До этого было, но не так сильно. Сейчас в обычной жизни тоже все нормально, но в бою почему-то глаз начал дергаться и надо пройти обследование, надо провериться. Возможно, это было из-за того, что мне сказали, что я проиграл первый раунд. Вот настолько он близко к сердцу все принимает. Я вообще не люблю проигрывать, а мне сказали, что я проиграл первый раунд и сам понимаю, что это возможно. Я его проиграл и мне надо догонять. На этой почве я разнервничался. Это случилось? Конечно, я сразу это заметил. Я понимаю, что отвлекаюсь на это и пропускаю удары. То есть это реально мне мешало, потому что я должен был не только выигрывать у соперника, но еще и бороться с этим. Понятно, что ситуация, конечно, непростая. Когда у тебя дергается глаз, а ты должен в это время защищаться от атак своего противника. Это бесспорно отвлекает. Давайте посмотрим, что будет дальше с Дамиром. Будем следить за этой ситуацией. И я буду первым, кто расскажет вам о ходе, развитии событий. Будем желать ему здоровья, чтобы такое больше не повторялось и ни в коем разе не отвлекали. Такие вот мелочи, не мелочи, не знаю, как это назвать. Нервный тик, наверное, это, конечно, серьезно. Да? Серьезно. Поэтому пожелаем, чтобы все у него было хорошо в следующих боях и только победы, только победы. Дальше у нас Пржалгаса Жумагулова. Будем говорить про него. Он рассказал также о своих проблемах с UFC и здесь не обошлось без таких вот интересных взглядов, на что бы вы подумали, на головной убор. И он высказался о национальном головном уборе, что ему разрешили сделать то, что он сделал, выйти в национальном головном уборе только при условии, если он его переделает. Как переделает, он сейчас сам об этом расскажет. Я и в первых боях хотел выйти в этом головном уборе. Мне не давали, потому что там чуть-чуть было недопонимание насчет убора. И каждый раз его менял. В этот раз я его уже поменял полностью и меня допустили на бой. У него спрашивают, вот здесь как раз, если не секрет, в чем была проблема. Там с флагами запрещено или что? И он отвечает, не из-за флага. У меня был тюркский головной убор. Сказали, что это типа национализм. И не дали мне выйти. Я его переделал и меня допустили. Вот такие были слова от Жалгаса Жумагулова. Прямая речь. Также интересно по поводу будущего Жалгаса, потому что сейчас у него не самая лучшая серия. У него одна победа и четыре поражения в UFC. Крайний раз он проиграл Джеффу Малине с судейским решением. И очень остро стал вопрос о продолжении боев Жалгаса в сильнейшей лиге UFC. Что лично вы скажете об этом поединке? Что вы скажете о карьере Жалгаса? Потому что я встречал в социальных сетях много недопонимания, что он там делает и почему до сих пор Дана Уайт его держит. Жалгас, кстати, на это отвечает очень резко. Он говорит по-мужски настоящими такими вот грубыми словами. Если есть хейтеры, я на правильном пути. И вот предлагает также Жумагулов мне другом пообщаться лично. Мол, иди сюда ты, кто там говорит на меня по ту сторону экрана? Что ты там выдумал? Давай разберемся с тобой один на один по-мужски. Сильная позиция Жалгаса. Не стоит забывать, что он пришел в UFC не просто так. Он был чемпионом Fight Nights. Далял Али Багаутинова, Тайсона Нема и Тагира Уланбекова. Есть такое мнение, что в UFC Жалгас будет до тех пор, пока Дане Уайту выгодно, чтобы казахстанские болельщики смотрели UFC. Чем больше людей смотрят по миру бои UFC, турниры UFC, тем лучше для бизнеса Дане Уайта. И поэтому он заинтересован, чтобы Жалгас, у которого бесспорно огромная, огромная аудитория, Жалгас был в числе бойцов, которые выступают в UFC. Дальше послушаем менеджера Саята Абдрахманова, который высказался про Жалгас и говорит, что у Жалгаса еще два боя по контракту. Вот вам и ответ. Как минимум два боя. Еще будет Жалгас выступать. Следующий точно на коротком уведомлении будет или нет? Нет, точно. Но мы будем стараться, чтобы была нормальная подготовка. То есть вполне Жалгасу можно зацепиться, одержать две победы. На последнем турнире дрались Махачи. Жалгас бы прошел и победившего, и проигравшего. Вот так. Жалгасу будем желать, чтобы у него были хорошие тренировочные лагеря. Чтобы он успевал подготовиться в полную мощь. И доказал всем тем, кто в нем сомневается, что есть еще порох пороховницы. Что Жалгас способен побеждать любого уровня соперника. Вы не надо на него наговаривать, что он уже сбитый летчик. У него еще большие шансы побеждать и радовать нас с вами, болельщиков. В завершение, друзья, давайте поговорим с вами про Геннадия Головкина, который почему-то пошел вопреки тенденции, которая заключается в том, что надо много болтать для того, чтобы прославлять свое имя, для того, чтобы раскручивать байк. Так вот, Геннадию Головкину большое уважение от олдскульных болельщиков, которые не привыкли трепаться, а привыкли доказывать делом то, кем они являются. Геннадий отказывается раскручивать вот этот поединок с Канело, третий бой с Канело, словесными баталиями. Трэшток выключает и просто тихо, спокойно готовится к поединку. Что не сказать про Канело, Канело в недопонимании. Он уже несколько раз оскорблял Геннадия, но не понимает, почему тот ему не отвечает. У Геннадия своя стратегия, он молчит и все силы направляет в подготовку в плане физической формы. Да, Зен, возможно, совершили ошибку, решил провести третий бой Головкина и Канело на такой поздней стадии, потому что интереса к нему больше нет, написали в одной из американских статей. Мне интересно будет посмотреть третий поединок. А вот что касается тех болельщиков, которые привыкли слушать пресс-конференции, которые говорят, что пресс-конференции иногда бывают даже интереснее самих боев, которые ждут какой-то грязи. Вот для этих болельщиков, конечно, сейчас не самая интересная раскрутка, не самая интересная вред. Спасибо, друзья, что смотрели этот выпуск новостей. Мы с моим другом, который все это время был поблизости, постарались вас порадовать этими новостями. Пишите в комментариях, как вам выпуск, пишите, что думаете про вот такого рода формат. Чем больше ваших комментариев, чем больше ваших лайков, тем сильнее моя мотивация. Все, всем спасибо, всех обнял. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok